Вадим Анатольевич, как нам известно, с 14 апреля в Крыму реализуется план по организации профилактической медицины. Вадим Анатольевич, как нам известно, с 14 апреля в Крыму реализуется план по организации профилактической медицины. Вадим Анатольевич, как нам известно, с 14 апреля в Крыму реализуется план по организации профилактической медицины. До 25 мая углубленные медицинские осмотры пройдут в таких районах, как Кировский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольницкий, Советский, Черноморский, а также в городах Армянск и Судак. Но хотелось бы знать по таким районам, как Белогорский, Бахчисарайский и Сакский, ну а также другие города. Там будут проходить? Упомянутые вами районы, они включены в план, можно сказать, первого этапа проведения профилактических медицинских осмотров. Вы правильно сказали, до 25 мая. С 1 июля 2014 года до конца декабря этого года запланировано проведение профилактических медицинских осмотров в других районах Республики Крым. А как будут проходить эти осмотры? Есть определенный порядок, утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством здравоохранения Республики Крым. Проводятся они на бесплатной основе, то есть они совершенно бесплатны для пациентов. Сорвался. Как они будут проходить? Потому что я помню. Давайте еще раз с вопроса начну. Да. Готовы, да? Секунду. Да. Готовы, да? Сейчас с вопросов. Да. И как будут проходить эти осмотры? Медицинские осмотры проходят в два этапа сейчас. Сначала есть возможность пройти сам профилактический медицинский осмотр, а также по направлению участковых врачей можно пройти углубленный медицинский осмотр. К углубленным медицинским осмотрам привлечены специалисты Федерального медико-биологического агентства России. Сейчас в Крыму работает 51 специалист. Дополнительно вместе со специалистами приехало оборудование, флюорографы, маммографы, ультразвуковые аппараты. Так что есть возможность обследоваться достаточно подробно. Вадим Анатольевич, я знаю, что вы к нам приехали не с простой целью, а также с целью проводить семинары. Для кого? Как? Да, мы проводим семинары для врачей. Мы обучающие семинары, мы можем сказать методические семинары, как раз по организации и проведению профилактических медицинских осмотров, с тем, чтобы этот план был реализован максимально удобно для наших пациентов. Вы уже здесь находитесь два дня. Какие ваши впечатления от работы медиков в регионах Республики Крым? Немножко вас поправлю. Я нахожусь здесь уже почти неделю. Два дня реализуется уже сам план. То есть 14 числа мы начали проводить профилактические медицинские осмотры. Они проводились в городе Армянск. За эти два дня обратились больше 360 человек. Специалистами Федерального медицинского агентства выполнено более тысячи обследований и консультаций. Так что вот так это проходит. И какая роль отводится профилактической работе здравоохранения в России? Профилактическое направление здравоохранения в России сейчас является преимущественным. Потому что регулярные медицинские осмотры позволяют выявить не только хронические инфекционные заболевания, но и факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Наиболее распространенных причин смерти и инвалидизации населения. И раннее выявление таких заболеваний позволяет своевременно провести эффективное лечение и в большинстве случаев достичь положительных результатов. Спасибо вам большое, Вадим Анатольевич, что вы нашли время, посетили нас. И мы вам также желаем хороших результатов в вашей работе. Спасибо большое. До свидания. Мы не завершаем наш эфир. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин